здравствуйте меня зовут виктор алисов в интернете можно найти как мастер любить мы на канале агулов тв мне поступило достаточно много вопросов по поводу моих эфиров ранних и как раз сегодня я буду на них отвечать первый вопрос в своем видео вы говорили о том как родовые страхи влияют на нашу внешность и здоровье и как избавиться от родовых страхов избавление от родовых страхов работа очень глубокая довольно долгое потому что мы зачастую можем даже не знать чего там боялась наша бабушка чего опасался наш дедушка и что в течение жизни у них до сих пор вы вызывала страх и как ни странно подобные вещи могут передаваться по наследству ну грубо говоря бабушка тонула в свое время да и после этой процедуры утопления она панически боится воды внучка или дочка до у них не было причин балды бояться но страх воды у них остался и этот страх засел как бы в родовой линии и этот страх прежде всего напрягает почки правую и левую ну можно определить правая это по мужскому роду по мужской части левая по женской соответственно если почки напряжены в физическом плане если почки плохо выполняют свою функцию то как это может отражаться на теле в целом и на лице во-первых отеки во вторых плохое качество кожи потому что левая почка отвечает за кровоснабжение кожи в принципе да то есть сухость кожи может проявляться соответственно очень близко напряженные почки к паническим атакам но тут уже у нас поджелудка еще начинает работать но так или иначе так или иначе тело сохраняя эти страхи требует чтобы эти страхи были прожиты для того чтобы проживая человек понял что страх это всего лишь та эмоция которая обязана быть прожита и успокоена по большому счету если говорить о лице то прежде всего все что вокруг глаз это почки то есть опускающая верхняя века круги под глазами мешки под глазами это все напряженные почки конечно если говорить о лице можно работать непосредственно с лицом и упражнения в курсе для для век у меня есть но прежде всего нужно думать о состоянии почек о их очистке о том как они работают как они функционируют в данном случае ну и соответственно вспоминать все свои страхи давнишние знать общаться как бы с родителями по поводу страхов какие страхи их по жизни беспокоят за родственников за себя ну и соответственно эти страхи так или иначе проживать для того чтобы они вас уже отпустили и больше не трогали второй вопрос что значит держать шею в расслабленном состоянии как этого добиться ну держать шею постоянно в расслабленном состоянии не получится потому что шея это у нас единственная по сути часть тела которая не имеет каркаса да то есть например на лице у нас мощный каркас череп который держит мышцы на руках ногах даже в теле как бы ребра берцовая кость там и так далее это тот каркас который держит мышцу по большому счету шея лишена этого каркаса шейный отдел позвоночника не удерживает мышцы то есть голова удерживается только за счет напряжения мышц и если мы с вами находимся в ободрствующем состоянии то соответственно мышцы напряжены весь вопрос их правильно расслаблять опять же таки весь вопрос каким образом они напрягаются а в первую очередь опять же таки на напряжение мышц шеи влияет почки и поджелудка их состояние если шеи мы можем делать какие-то определенные упражнения и в курсе они есть также на базе пост изометрической релаксации то уже отдельная тема работы с почками и поджелудочной железой для того чтобы максимально расслабить шею но это два основных органа естественно не влияет и печень отчасти и кишечник восходящая нисходящая часть но как раз задняя часть которая более всего напрягается на нее влияют почки и поджелудка поэтому в первую очередь на них нужно обратить внимание и во вторую очередь уже расслаблять шею при помощи упражнений всевозможных я даю пост изометрическую релаксацию йоги цигун там и прочие прочие разные техники дают тоже разные варианты расслабления шеи но на это очень нужно обращать внимание потому что шея это тот канал который питает мозг прежде всего это тот канал который отводит продукты метаболизма да то есть в голове произошли какие-то действия до физиологические соответственно продукты метаболизма то есть кровь венозная лимфа должна отойти если шея напряжена соответственно там возникает застой а мозг подобные застой не прощает отсюда головные боли повышенное давление там и так далее и тому подобное ну в общем куча всего поэтому в первую очередь для того чтобы лицо было молодым нужно обращать внимание на расслабленную шею с детства правая сторона ниже левой около года делаю сам массаж лица резко посыпались коронки причем одна за одной что делать начинать с зубов или искать висцерального специалиста поможет ли ваш курс ну в принципе любую работу с собой необходимо начинать с живота потому что именно внутренние органы раздают напряжение раздают спазмы через фасциальные цепи по всему телу и лицо в данном случае не исключение если говорить о опять же таки правой и левой стороне на лице то она прежде всего держится на черепе если говорить конкретно о голове о лице то в прежде всего нужно заняться остеопатией лица для того чтобы выстроить симметрично все лицевые кости черепа естественно помня о фундаменте о внутренних органах в курсе я даю упражнение по остеопатии с височно-нижнечелюстным суставом со скуловыми костями комплексные упражнения поэтому я надеюсь что курс поможет четвертый вопрос здравствуйте не могу найти причины слезоточивости глаз даже резкость иногда сложно настроить белки глаз не чисто белые благодарю заранее ну начнем с белков глаз белки глаз это проекция печени то есть если белки глаз краснеют ну или желтеют да разные бывают вещи то в первую очередь нужно обращать внимание на печень и на ph крови вот то есть напряжение печени когда печень не справляется с детоксикацией в первую очередь начинает отражаться на глаза поэтому в первую очередь на них а слезоточивость слезоточивость берет начало в селезенке поэтому первое на что нужно обратить внимание это печень и селезенка и далее уже я полагаю что и белки глаз улучшится и слезоточивость пройдет если печень и селезенка будут достаточно достаточно внимания на этих органах это и фито терапия это в первую очередь и висцеральный массаж ну и соответственно поскольку все это проходит через шею шею тоже забывать не стоит не легче ли обратиться к пластическому хирургу и сделать омолаживающую операцию особенно в возрасте 50 плюс ну если вы собираетесь жить еще года три-четыре после 50 то в общем и целом это нормально можно обратиться к пластическому хирургу потому что ну в этом промежутке времени пластическая хирургия возможно даст нормальное эстетическое состояние во во временной перспективе вся пластика и все инвазивные техники типа там ботокса мезонитии и прочих прочих вещей дают крайне негативные последствия причем негативные последствия в первую очередь для здоровья потому что лицо у нас и так без того самая застойная часть тела ну потому что опять же таки да все питание проходит через шею а шея у нас как правило напряжена об этом уже говорили да рядом с лицом есть сосед мозг который забирает более 20 процентов всего ресурса организма если вдруг мозгу чего-то не хватает то лицо вообще лишается питания а если в это лицо еще начинает вмешиваться до через скальпель через инвазивные какие-то техники внедряя туда бутылы токсины яд практически то я не думаю что ваш организм ответит на подобные воздействия расцветанием улучшением здоровья как правило все это приходит во временном промежутке лет через 10 15 ну край 20 лицо начинает выглядеть ну мягко говоря жутко брови опускаются все одутловатые постоянные отеки я не буду приводить примеры просто посмотрите наших звезд да не только наших и зарубежных звезд которые любят делать пластические операции я думаю вопрос отпадет а так в общем если вы планируете после 50 еще лет пять прожить ну не вопрос пожалуйста если собираетесь жить долго и счастливо лучше заниматься собой все-таки экологичными способами мне 30 пока не вижу особенных признаков старения но чувствую напряжение в шее лице что посоветуете здорово здорово что в 30 лет уже начинаем обращать на себя внимание конечно внимание обращает как бы конечно не очень довольно негативные признаки до напряжения но всегда любую болезнь любую дисфункцию лучше предотвратить чем потом ее исправлять поэтому первые признаки напряжения нужно расслаблять да нужно обращать на это внимание нужно заниматься упражнениями определенными да нужно в первую очередь опять же таки обращать внимание на внутренние органы я уже говорил что какие из внутренних органов более всего напрягают шею ну и соответственно если есть возможность на проекционные зоны по лицу посмотреть что напрягается более все на то и обращаем внимание потому что в первую очередь на лице напрягается жевательная мышца да это пела эта область печени и губы они у нас самые активные они у нас самые серьезные с более всех напрягаются в гиперактивности находится вот а это у нас желудок прежде всего поэтому обращаем внимание на внутренние органы ну и соответственно так или иначе осознанно работаем с мышцами лица и с костной структурой в первую очередь виктор николаевич расскажите пожалуйста о самом запоминающемся случае из вашей практики ну практически в самом начале моей деятельности у меня на семинаре была слушательница девушка ей уже глубоко за 70 ей дочка подарила сертификат на посещение моего семинара и она пришла так просто ну подарили и подарили посмотрим что будет вот ну понятно что 70 и бедали это такой очень серьезный опыт и девушки смотрится довольно серьезно в этом возрасте но на ее и на мое счастье она девушка оказалась очень ответственная то есть она всю жизнь отработала в обкоме партии сначала потом в администрации области то есть она прям вот если за что-то берется то она это делает и семинар у нас проходил где-то в феврале марте месяца она естественно очень так серьезно этим занималась единственное что у нее как бы получилось за время семинара сделать это улучшить цвет кожи ну что тоже хорошо но она продолжила заниматься девушка на пенсии чего ей как бы делать и когда начался посевной сезон но у дачников это конец апреля начало мая она естественно отправилась на свою дачу за город и надо сказать что до этого она практически не пользовалась общественным транспортом ну то есть все рядышком все в доступности и только вот буквально в конце апреля в начале мая начала пользоваться общественным транспортом заходит в автобус и контролер начинает требовать пенсионные удостоверения то есть билет сначала потом пенсионные удостоверения для нее в сравнительности с прошлым сезоном это было открытием вредный видимо контролер появился да показал пенсионные удостоверение едет обратно с нее тоже начинают спрашивать билет или пенсионное удостоверение вот но девушка в возрасте за 70 должна выглядеть соответствующим как правило у них даже пенсионное удостоверение не спрашивает то есть так или иначе в своем возрасте она а тогда еще пенсионной реформы не было надо сказать да девушки выходили пораньше на пенсию вот то есть по сути дела она за вот эти два месяца работы с собой любимой такой кропотливой стала выглядеть ну минимум на 20 лет моложе я ее не видел к сожалению но мне как бы дочка звонила передавала что вот такая вот у них интересная история бабушка сейчас ездит постоянно мама вернее ездить сейчас пенсионным удостоверением и постоянно показывает что собственно и очень радовала ну то есть вот такой довольно запоминающийся момент в моей практике то что техника работает если работать с собой в любом возрасте в преддверии солнечного сезона поделитесь пожалуйста методами защиты от вредного солнца как она влияет на старение кожи конечно влияет на старение кожи там очень много всего там фотосинтеза и прочие какие-то вещи не буду уходить в биохимию основные вещи затрону во первых во первых нужно защищать кожу да чтобы была тени во вторых если есть желание загорать то загорать лучше до 12 дня и после четырех в самую активную фазу солнца лучше не показываться если показываться только в тени в третьих обязательно пользоваться солнцезащитной оптикой чем хорошего качества желательно стеклянной дальше в четвертых получается кожа то есть организм который испытывает дефициты витамина d и витамина а обязательно отреагирует покраснениями ожогами там и так далее и тому подобное то есть защитная функция кожи когда дефицит этих витаминов отсутствует естественно страдает поэтому заблаговременно до сезона месяца за два а лучше за три важно сдать анализы и восполнить дефицит витамина а и витамина d и даже чуть больше можно витамина а то не страшно а вот тогда кожа будет работать ну воспринимать солнце значительно проще защитные функции у нее будут значительно лучше ну и если уж сезон настал а ничего не произошло не с витаминами там и хочется прям с 12 до 4 самый самое пекло загорать то пожалуйста используйте экологичные средства то есть эко косметика везде на зоне там вилборис есть прям отдельная тема эко косметика чтоб там как можно меньше было синтетических и материалов ну и всякой химозы которая очень плохо влияет на кожу практически не защищает ну в общем ситуация такая на рынке лишь бы продать конечно эко косметика в данном случае стоит подороже но она того стоит какие признаки неполадки внутренних органов появляются на лице на что обращать внимание каждый день ну первый самый главный признак это прыщи начинают вылазить до какие-то цветные пятна начинают вылазить одутловатости отеки там и все остальное ну все что собственно вчера не было сегодня появилось это вот те первые признаки на которые стоит обращать внимание причем стоит обращать внимание не на уровне убрать прыщик до не на уровне замазать пятно и как-то массажно разогнать одутловатость что собственно тоже хорошо массаж а на уровне опять же таки познакомиться с представительскими зонами на лице от по агулову александр тимофеевичу там четко все расписано и обратить внимание на тот орган до который вылазит наружу через это ну вкратце если лоб то это кишечник щеки легкие подбородок малый таз губы это прежде всего желудок ну и так далее то есть там около ста представительских зон на соответственно если где-то что-то вылезло то что вас не устраивает в первую очередь нужно обратить внимание на на орган а уже потом на лице что-то делать ну как один из примеров тоже да у меня пациент молодой человек ко мне редко очень ходят мужчины но зашел ко мне на семинар ну видимо чтобы больше познакомиться с девушками и у него проблемы у него между бровями постоянно выскакивает выскакивал прыщ он у косметологов убирал они там выдавливали его то ну в какие-то производили свои операции манипуляции ну в общем периодически раз в месяц он и он он его от него избавлялся и вот стоило промять печень нормально то есть просто по воздействовать буквально с первого раза прыщик прошел сам и он уже перестал обращаться к косметологам в общем в первую очередь обращаем внимание на внутренние органы по представительствам а далее уже непосредственно местно ну обрабатываем какие-то те проблемные зоны которые вы заметили поддержание осанки на постоянной основе реально во время гаджетов и сидений и сидячего образа жизни как осанка влияет на наше лицо поддержание осанки возможно да и опять же таки в курсе я даю упражнения даю даже помощника который этим занимается понятно что гаджеты нас постоянно устремляют вниз но старайтесь все-таки держать их каким-то образом вот так да для этого есть даже селфи палки чтобы рука не уставал там и прочие приспособления вот ну а в общем это реально и мои выпускницы держат спину значительно легче чем простые смертные есть для этого упражнения которые за две недели может выпрямить спину и удержать ее довольно ровно а на лицо да конечно ли два осанка влияет на лицо очень сильно в первую очередь да если мы начинаем опускать спину до начинаем пускать плечи выводить вперед подбородок то в первую очередь на спине идет натяжение напряжение соответственно на по принципу компенсации если где-то натянулась то соответственно где-то должно провиснуть да то есть если на спине натянулась то обязательно на лице под лицом обязательно провиснет поэтому осанка очень и очень важно в этом плане то есть в первую очередь когда начинает что-то провисать обратите внимание на осаночку а с чего бы вы посоветовали начать омоложение лица в 67 лет никогда не занималась своим лицом и здоровьем но хочу начать значит первое с чего нужно начать при работе со здоровьем это живот это внутренние органы именно их работа их работа еще и совместная на потому что одна одна сама по себе печень или одна сама по себе селезенка не вытянет весь организм их совместная работа в первую очередь принесет здоровье расслабление и далее как бы уже выйдет на это это все даст реальные результаты на лице но аж если с лицом начинает работать то ну я до этого пример привел как раз пример да что даже в 70 с лишним можно выглядеть моложе пенсионного возраста интересно ваше отношение к операции блефоропластики ну мое отношение всегда негативное к любым вторжением операбельным вторжением в организм это можно делать в единственном случае да когда какая-то болезнь да или какая-то дисфункции или какая-то травма несовместима жизнью и только операция может помочь сохранить жизнь тогда да тогда это все на уровне медицины каста катастроф вполне себе обусловлено и можно делать вот потому что любое вторжение в тело не проходит зря и если говорить о причинах прежде всего да почему делает блефоропластику для того чтобы подтянуть верхняя века почему верхняя века начинает и плывать потому что во первых оттуда продукты метаболизма то есть токсины и прочее шлаки не могут выйти и они там скапливаются блокируются жиром да и вес века увеличивается и начинает оплывать опять же таки если идти глубже то это почки да нам там выдают либо аорта напряженной очень сильно брюшная аорта то есть в первую очередь нужно обратить внимание на них и решить эти причины а просто разрезать и убрать причин это не убирает это всего лишь убирает следствие да то есть убирает симптом ну да но опять же таки шов тоже просто так не проходит зря да это обязательно будут спайки в этом месте это обязательно будут ухудшение кровоснабжения лимфотока там и так далее то есть опять же таки в перспективе времени до после операции может быстро решить задачу эстетически но дальше если не поменять опять же таки образ жизни да если не обращать внимание на почки если обращать внимание на аорту если не решать вопросы со страхами родовыми то это все довольно быстро вернется на круги своя ко всему прочему еще оставляя спайки и тяжи в столь тонких частях тела поэтому я в косметической операции просто крайне отрицательно отношусь массаж гуаша работает идти к специалисту или делать дома по массажным линиям массаж гуаша работает но есть тонкости как и везде с массажем гуаша прежде всего скребком нужно отрабатывать костную структуру надкосницу то есть прежде всего скребком нужно делать больно кости для того чтобы надкосница получила сигнал на регенерацию боль вообще на самом деле это очень важный фактор в оздоровлении в омоложении потому что именно через боль тело понимает тело начинает ощущать дефициты ощущать напряжение ощущать спазмы потому что если боли нет если мы просто поглаживаем как-то обычно показывают там всякие инстадивы поглаживая себя по личику скребком это ну в общем принесет какие-то но очень маленькие результаты а если мы будем скребочком по массажным линиям буквально про продирать кость мышцы и кожа получат бонусом это все но если мы будем работать с костью и кость будет на 1 наращивать надкосницу улучшать ее питание улучшать состояние кости то соответственно если фундамент будет в нормальном состоянии то и лицо будет долго выглядеть молодым с 20 лет глубокие морщины на лбу сейчас 30 ботокс работает очень короткое время что делать слава богу что ботокс работает очень короткое время меньше токсинов будет в отделе рядом с головным мозгом вот меньше кость будет страдать в первую очередь нужно обратить внимание на кишечник на его состояние на то насколько он нормально работает насколько он выполняет свои функции когда с кишечником будет вопрос решен тем или иным способом там через сцеральный массаж или через фитотерапию через ароматерапию ну как угодно в общем то тогда можно уже непосредственно подходить к работе со лбом на лице ну и там тоже есть достаточно много всяких техник как то например ночные ночное проклеивание пластырем соответствующий пластырь есть перфорированный так и упражнения определенные которые могут лобную мышцу поставить в нормальное состояние в первую в первую очередь в тонус и ввести потому что причина такая физиологическая причина на лице это расслабленная лобная мышца которая сползает а брови и и встречают и вот опять же таки эта мышца расслабленно сползает потому что кишечник не в порядке скорее всего что есть птоз кишечника довольно серьезный в общем в первую очередь обратить внимание на кишечник мышцы лица надо накачивать или расслаблять много курсов в сети на накачку мышц лица они работают ну опять же таки у нас на лице по сути дела мышцы ну после 40 впадают в два состояния в гипер или в гипоактивность то есть они либо напряжены либо расслаблены и соответственно исходя из этого необходимо их либо накачивать то есть тонизировать либо расслаблять то есть как бы все мышцы накачивать смысла нет да то есть только те которые расслаблены ну например щека у нас постоянно в расслабленном состоянии начинает оплывать вниз до лобная мышца в расслабленном состоянии начинает оплывать вниз их естественно нужно тонизировать подкачивать а мышцы напряженные например губы до мышца гордеца который у нас постоянно напряжена оживательная мышца их наоборот нужно расслаблять то есть подход должен быть соответствующий ну и собственно на стыке напряжения расслабления самого мощного и рождаются самые глубокие морщины. Как то, например, носогубная складочка возникает в первую очередь из-за того, что щека расслабленная плывет вниз, а губа напряженная ее встречает. И оно не все вместе ползет вниз, а натыкается на круговую мышцу рта, мышца щек. Ну, а фундаментально скуловая кость просто становится меньше, поэтому щека начинает плыть. В общем, подход должен быть избирательным. Все сразу напрягать не надо. Что-то напрячь, что-то расслабить. Ну, в общем-то, вот все вопросы подошли к концу. Я буду ждать вас на онлайн-курсе. Напоминаю, что онлайн-курс при покупке онлайн-курса до 25 мая вы будете иметь скидку. По-моему, 50 процентов. Очень мощная скидка, на мой взгляд. В общем, все. До встречи в прямых эфирах, на приемах, ну и на онлайн-курсе. Пока-пока.